Уху! Такое видели ребята! Да да! Такое получаем на утрище, насколько чистое и прекрасно море в этих местах. Вот мне кто говорит, что у тебя один негатив на канале, вот посмотрите какой может быть позитив. Поймал запах, вони сильнейшая и думаешь откуда же она здесь на утрище? Все это воняет нереально сильно. Исполняет, говорит, разные желания. Кто же пошел вообще у нас в школу? Температура моря 28,9. Людей довольно-таки много. Пуринецу в лапша 200, борщ за 300. Календарь перевернул. Николай 3 сентября. С правой стороны смена, захватившая территорию. Даже по берегу не дает пройти. Так выглядит сейчас отдых на большом утроще. Как кайфуют люди, купаясь в чистейшем море. Вот так вот выглядят последствия небрежного обращения с огнем. Когда ты слышишь, что у вас в Анапе плохо, море цветет, грязное постоянно, а за тебя кристально чистая вода, начало заповедника и богом данные места, думаешь, господи, ребята, смотрите в этом мире немножко щире, открывайте больше ваши глаза, и тогда перед вами пристанет вот такая вот Анапа. Вот такая красота. Друзья, шло 34 августа. Поставь лайк, не забудь. Добрый день, дорогие друзья. Я вас приветствую в городе-корректе Анапа. Мы по дороге к Суко находимся. Сейчас сзади меня находится сам поселок Суко и заповедник Утриш. Но начнем мы сегодня с самых плохих новостей, которые могли себе только представить. Весь сезон у нас, в принципе, все было хорошо, и сегодня ночью случилась беда. Нас напали на отдыхающих, и их жестоко избили. Группа других мужчин на Пионерском проспекте. Обо всем подробнее вы можете посмотреть в Телеграм. Там есть видеосюжет именно с тем, как это происходило. И говорят, что какие-то там вопросы по поводу приемки заявления от них у полиции. Для меня это выглядит очень странно, потому что парень пострадал очень сильно, получил повреждения и другой парень, и еще и девушка. И это неприемлемо на наших курортных землях, чтобы так относились к отдыхающим. Я очень сильно надеюсь, что эта история возьмет резонанс, в том числе и благодаря вам. Ссылочка будет на Телеграм-канал, на пост на этот в описании. Обязательно зайдите, распространите, передайте всем, чтобы это максимально получило огласку. Это очень важно, чтобы такие дела не заминались. Никто не имеет права трогать наших дорогих отдыхающих. Потому что если вы к нам приезжать не будете, то мы здесь все сдохнем с голода. И такое гостеприимство нам здесь не надо. А произошло все как? Пишут потерпевшие, что подошли к девушке, начали просить ее номер телефона. Она ответила отказом, и на что завязалась потасовка, драка. Вот такая вот беда, друзья. Если девушке говорить нет, то это значит нет. Это страшное, конечно, событие. Я бы мог вам и сюда это видео вывести, но я боюсь, что слабонервным этого лучше не видеть. Такого избиения я давно не наблюдал. И руками, и ногами в голову. Это просто жуть. Как будто хотели убить себя. Не знаю, что там сделали эти парни этим извергам. Для меня остается большим вопросом. В Анапе сотрудники полиции установили личности участников конфликта, который произошел ночью на Пионерском проспекте. На одну из улиц города-курорта полицейские задержали 28-летнего жителя Дагестана и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Местонахождение еще двоих участников потасовки установлено. Проводятся мероприятия по их задержанию. Вы сегодня доставлены сотрудниками полиции в отдел. По какому поводу? Что произошло? Я стоял в рабочем месте и вижу, что происходит драка. Я побежал, разнимаясь, дрался. А драка между кем была? Кто с кем дрался? Из-за чего? Да не знаю. Я на вкус не думаю, из-за чего они дрались. Что там у них было, я не знаю. Я просто благошел, разнимаясь. То есть один из дерущихся ударил вас? Тот, кто вас. И между вами произошла драка, да? Да, и между вами. Вину признаете в драке? Нет, потому что я его нашел помочь. Защищались, да? Да, я не считаю, что это умно. Итак, друзья, мы находимся сейчас по дороге в Суко. Едем сегодня с вами на Большой Утрич. Самой Анапе вы можете увидеть, происходит подтопление. У нас небольшой дождик, как всегда, вызывает целый апокалипсис. Топит дороги, по которым наши дорогие отдыхающие пытаются босиком перебираться. Жалко, что такие вообще видео тоже имеют возможность сниматься. Хотелось бы, чтобы такого вообще никогда не происходило. Тем более ливневая система по улице Гремицкой существует. Ну, там тысячная труба заложена, но, к большому сожалению, она не функционирует. Не подготовлена к этому сезону. И снова 3 сентября в Анапе. Прошел небольшой дождик и опять все поплыло. Пересечение улицы Шевченко и Грибинской. Вся эта водичка стекает в море. На наши отдыхающие босиком ходят по лужам. Вот такие вот дела, друзья. Тут тоже без комментариев. Ну, а теперь о хорошем давайте. Расстояние до этого места из Анапы 15 километров. Это первая ротонда на въезде в Суко. Здесь очень красивые виды. Очень много разных деревьев. Держи дерево. Дубы. Смотрите, какие желуды красивые наши. Они у нас невысокие растут. Также фисташка и огромное количество можжевельника произрастает. Воздух здесь воистину целебный. Поэтому я всем советую сюда приезжать и дышать. Потому что если вы не бывали в Суко и на Утрише, то вы Анапу не видали, друзья мои. Потому что для многих она ассоциируется непосредственно с зеленым морем, песчаным побережьем. А ведь у нас очень-очень много, друзья, еще и других мест, которые можно посещать и на которые можно и нужно приезжать. Показывать своим семьям совсем другую Анапу. И вот в Анапе у нас гром-молния, дождик, а здесь уже практически светит солнышко. Тут по дороге можно прогуляться, выйти и посмотреть сверху на пляж Суко и спуститься к нему. Либо оттуда прийти, даже сюда, к этой ротонде. И у нас недавно здесь был пожар. Хорошо, что вы быстро ликвидировали. И внизу мы можем увидеть последствия его. Уже по прошествии нескольких дождей, где-то неделя прошла с момента того, как этот пожар здесь происходил, до сих пор очень сильная вонь стоит, гари. Бедные деревья. В этом году все горит. Выгорел у нас и часть заповедника Утреша со стороны Новороссийска. И здесь у нас продолжаются эти пожары. Недавно даже после Кипарисового озера было возгорание, но его очень быстро ликвидировали. Спасло его, слава богу. Поэтому при путешествиях обязательно аккуратно обращайтесь с огнем. Отсюда мы видим сам Большой Утреш, то место, куда мы с вами сейчас и отправимся. Давайте поближе немножко с этого ракурса посмотрим на полуостров и остров Утреш. Вот здесь перешей, к которому он разделяется. Ходят суда вокруг него. Выглядит это очень симпатично. Буду надеяться, что туда доберусь, потому что там появится солнышко. Все-таки хочется красивое солнечное видео снимать. И опускаем вниз камеру. Это как раз-таки горы. Видим купающиеся людей. И здесь на таблетке, на гидроцикле с пляжа суко катали людей. И немножко о плохом. Вот так вот выглядят последствия небрежного обращения с огнем. Погибшие деревья, можжевелки, дубы, тюржи дерева. Такие заповедные места. Как жалко, что такое вообще происходит, друзья. Глупость людская. Берегите лес от огня. А я сегодня путешествую не один. У нас за рулем Максим. Максим, привет тебе, дорогой. Максим предлагает в этом году и следующем. Я думаю, что он на постоянной основе. Экскурсии, дайвинг, водные развлечения, смешанные экскурсии. Также можно съездить на Южную Винную Компанию. В общем, вариантов очень много. На экране вы видите адреса группы в Телеграм и ВКонтакте. И номер телефона Максима. Запишите себе записную книжку. Приедете к нам. Пользуйтесь услугами. Экскурсии все проверенные. И от них только хорошие впечатления. Мы сами завтра или послезавтра обязательно съездим на морскую рыбалку, чтобы вам показать, что сейчас можно увидеть. Стоят тральщики в море. Интересно, что они там делают. Вот один, вот второй. И много людей сюда приезжают. Сами можете посмотреть, насколько востребовано это место. Поэтому, когда вы путешествуете либо на индивидуальной экскурсии с Максимом, тоже можно останавливаться. У нас есть такая. Можно подъехать по всем красивым местам Анапы. В общем, подробнее о нем узнавайте. Он вас везде остановит. Все покажет, подрасскажет. И я думаю, что вам все это понравится. Солнце выходит и становится 30 плюс уже градусов. Очень жарко. И мы спускаемся в Соково. Мне всегда нравится этот вид в любое время года. Потому что горы здесь зелень сохраняют. Так как очень много можжевельника на них. И вот самая большая гора, это уже заповедные места. Меня спрашивают, почему в этом году не ходишь на пляж с суком. Ребят, боюсь жестить. Потому что я не могу себе в голове уложить разделенный пляж забором. Забор, уходящий в море. Для меня это полная жесть. И попирание наших законов. Главного из них, в которых всегда я опирался, это водный кодекс Российской Федерации. И пляж смена, захватившая территорию пляжную. Причем на которой практически никогда нет людей. И которая говорит, что это все для безопасности детей. А при этом с правой стороны от этого забора, с других детских лагерей отдыхают дети. И такое ощущение, что они другого сорта. То есть на самом деле это такая боль, такая жуть и жесть. Зная о планах суком, о том, что они хотят установить сменой забор двухметровый или трехметровый с колючей проволокой вдоль всей своей территории, в общем, это превратится в полнейший ад. Здесь вы можете видеть, сколько стоит машин по обочине дороги, хотя присутствуют платные парковки. Ну, люди хотят экономить, не хотят платить, поэтому вот так вот паркуются. В прошлые года здесь была авария очень жесткая, когда автобус пролетел с горы, не мог остановиться, и привело это к большим трагическим последствиям. Здесь у нас отдыхающие двигаются на пляж, и вот это единственный проход, который остался сейчас общедоступным. Тот, который раньше был через смену, он тоже был общедоступным, теперь перекрыт. Вот такие вот дела. Суко, видите, что жизнь кипит, со всех сторон работают разные заведения. Ну, я думаю, что мы обязательно придем как-нибудь на днях прогуляемся с вами здесь. Пишите в комментариях, хотите ли бы более подробно посмотреть на Суко. Спрашивают, кстати, часто о Кипарисовом озере. Публикуем информацию также в Телеграме от всех наших, то там бывает водичка возле Кипарисов еще есть. Только прошу, не залазите на деревья. Вот здесь раньше был общедоступный проход. Вот видите, как теперь здесь охраняют, такое ощущение, как будто какой-то военный объект. Даже, по-моему, наши военные объекты так не охраняют, как тут пытаются Суко по нормам и снипам защищать детей. Я считаю, что надо больше делать безопасным общекурортные места. Жесть. Вот они вам и заборы, и ворота. Это металлические, трехметровые. Жуткая картина, конечно. Вот это не на курорте, а в какой-то зоне концлагеря находишься. Ну и дальше из Суко дорога ведет нас к большому Трешу. И мы подъезжаем к следующей ротонде, возле которой припаркуемся. И я вам отсюда все виды покажу, расскажу все, что об этом знаем есть. Во-первых, панорама, друзья. Посмотрите, какие здесь скалы. Там есть старинная дорога. С Трешом можно договориться с заповедником и прогулку. Вместе с экскурсоводами, с проводниками себе заказать по старой дороге. Очень, говорят, крутая, поэтому советую. И Самара Тонда. Здесь, получается, красивые фотографии. Очень классно сюда приезжать на закатах, потому что как раз-таки отсюда вы их будете наблюдать. Здесь вот кажется, что какая-то гора, но там на самом деле такой ответственный обрыв. И вот сюда, в ложбинку, есть спуск от этой ротонды. Как и от следующей, можно пройти на секретный пляж. Секретный пляж я вам покажу с другого рапурса. Ну, а здесь виды просто восхищают меня всегда. Также можно подняться туда вверх. Только единственное прошу, берегите лес от мусора и от огня. И там есть такие как бы платос, в которых эти места будут видно еще гораздо круче. Потому что люди приезжают и, к сожалению, бросают мусор. Хотя здесь мусорка стоит. И представьте, насколько у них отбиты головы. Что они даже не могут мусорку выпустить, набросают сюда с обрыва это все. На самую большую трещь с этого ракурса. Тоже очень красивый. Мне нравится вот рассматривать его с разных мест. Потому что отовсюду смотрится по-разному абсолютно. Это сам остров, на нем часовня, маяк. Стоят на Нарбатске суда, которые на экспоксе вывели людей. Видите, через мостик как раз таки на остров дорога. Это полуостров с левой стороны. А здесь уже солнце. Мы от той ротонды проехали немножечко вперед. Тут тоже есть небольшая парковка. И отсюда как раз таки будет виды. Более красивый наутрищ, на горы. Отсюда также можно спуститься будет к секретному пляжу. Вот раньше перелазили и спокойно шли туда вниз. Люди приходят и наблюдают всю эту красоту. Его можно разлететь. Также отношение к тем, кто мусорит. Самая негативная, ребята. Давайте не будем страдать этим. В основном все фоткаются с этой стороны. Может быть, людям больше нравятся такие виды отдыхающих. Как вы можете увидеть здесь много ротонды. То есть, вот это мы сейчас сделаем хитро. Обойдем и поглядим вниз. Собственно, здесь на берегу мы видим много палаток, которые стоят. Раньше люди стояли в лесу. Из леса всех выгнали. Запрещают разводить костры. И народ вот так вот расположился на побережье. Вот речь раньше была вообще меккой отдыха с палатками. Там целое сообщество жили круглогодично. Но после пожара, который произошел, и выгорела часть заповедника с нашей стороны, люди оттуда тоже всех повыгоняли и больше не пускают. Это сделали заповедным местом. Болеют, кстати, все. У нас, я тоже чуть приболевший, чихает народ повсеместно. Здесь у нас находится бывшая в общем доступе озеро Змеиное. Вот он здесь. Там яхты напакованы. Многих разных интересных людей. Вот это, говорят, дачка была Иванова. Так и не достроил. Ну, тоже, кто его знает, его не его. Ну, и сам Утрич вид. Его хотят тоже превратить в комплекс курортный. И, возможно, скоро мы потеряем к нему доступ. Но виды, конечно, здесь потрясающие. Но вот этот секретный пляж, ребята, это всегда кристально чистое море. Единственное, что сложно спускаться с этой ротонды, но очень легко с первой, на которой мы останавливались, там припарковать машину и пойти туда прогуляться. Сейчас поближе вам покажу, какое море здесь. Вот общий вид на Утрич. И теперь поближе к палаткам. Так они расположены. Смотрите, как кайфуются люди, купаясь в чистейшем море. Большая волничка. Ветер у нас с берега. Южичок продувает. И здесь у нас сам остров, полуостров защищает берег от сильной волны. Поэтому людям в таком море прекрасном, чистом, на пустынных пляжах. Вот, видите, один мужчина на даче сидит, и все, больше никого отдыхать. Прямо удовольствием. По морю также у нас ходят разнообразные суда, которые мы уже с вами наблюдать. Они, наверное, занимаются рыбалкой какой-то, ну, либо купанием в чистом открытом море. И туда, в ту левую сторону, может, с другого ракурса несколько раз видели, три лодки, которые стоят перед целинным трещом. Ну, и еще раз вид с высоты на весь отрищ. Такая красота, друзья. Виды, конечно, завораживают. Хочется сюда приезжать и приезжать. Так выглядит сама змеинка с яхтами, которые здесь напаркованы, ограничениями, заборами, видите, такими, чтобы вы, не дай бог, сюда не прошли. Хотя это нарушает сегодня кодексы, но у нас в России такое возможно, потому что у больших дядей тут яхточки на парковальной, не дай бог, вы их разглядите. Вот я вам показал змеинку, да, как она выглядит. И вот сейчас мы уже можем наблюдать, докуда допаркованы машины. Это все те желающие, которые приезжают сюда отдыхать. Не из-за того, что там людям жалко денег заплатить, у многих как бы не было бы таких вопросов, но все парковки заняты. И ладно, вот когда по левой стороне от нас сейчас паркуют машины, но есть те, которые хотят ближе идти, паркуют с правой стороны. И этим убивают ширину дороги. Не дай бог какой-то пожар или ЧП, и потом отсюда ни туда, ни обратно, ни выехать, ни приехать будет. Поэтому не паркуйте, пожалуйста, с правой стороны свои транспортные средства. Дальше тут указатели на то, что можно поесть. Это Форту Триш, там вроде как и парковка есть, но все занято, ребят, можете даже не пытаться особо искать. Вот видите, с правой стороны машины, уже две машины друг навстречу другу разъехаться не могут. Тут Андурас, наверное, представителя своих прислал, поэтому они здесь и напарковались. Ну, туда у нас уже есть как раз-таки Форту Триш. Здесь вроде как указаны еще парковки, и тут вроде как парковка есть, но попробуй найди себе здесь место. Хотя парочку я увидел. Один час 200 рублей просит. Ценник, конечно, просто конский. Тут можно зарабатывать, наверное, больше, чем на лежаках. Я думаю, потому что почасовая оплата. Здесь открылся у нас новый отель с левой стороны. Тоже у него теперь территория под своей парковкой. Здесь вход на пляж в бухте. В Телеграм я уже выложил этот пляж. Мне подписчик прислал, там отдыхает. Здесь тоже, видите, частный усадьба Суко находится. Пляж у них, тут бассейны, снесенные деревья, за которые так и не нашли, кого штрафовать. Туалеты есть. С левой стороны остановка. Сюда ходит вот 109 маршрут. Хотя это не похоже на маршрутку. Это какой-то тоже частный подвоз, извоз людей. И мы приезжаем на пятачок, на котором в основном все разворачиваются и уезжают уже в обратном направлении. Ну, либо туда дальше, на остров. Мы этого делать не будем. Будем искать, где здесь припарковать машину. Пускай с денежком, но чтобы нам не так далеко идти. Собственно, 109 маршрут, который идет до Большого Треша. Выезжайте и приезжайте именно сюда. Мы припарковались рядом с часовней. Здесь парковка 50 рублей час стоит. И, как видите, мест особо нет. Засекаем время и идем с вами гулять по Утрешу. Вот это мне место нравится. Раньше, когда было, можно летать на квадрокоптере. Летали, вздумались и спускались. Есть видео на канале. Смотрите, много чего про Большого Треша уже рассказывал неоднократно. Все тропы здесь и схожи, и все для вас отснято. Потому что люблю эти места. Они мне с юностью очень нравятся. Мне пришла небольшая посылочка от моей дорогой подписчицы, которая продолжает меня баловать разными классными вещами. На что я благодарю. Но вещи я уже, честно, даже не знаю, куда девать. Столько вещей мне никогда не было. И сейчас мы сделаем с вами очередную распаковку. Вау. Ну что, как вам? Пишите обязательно. Мне кажется, вообще, да? Села прям четенько. Шортики. Но зато у них так свободно, хорошо. И здесь еще штаны. Танюшки норм, да? Хорошо смотрятся? Опять его приодели-переодели. От души по силам большущие. Крепко обнял. Рядочком в часовне есть вот такой вот навес. Под ним стол стоит. Можно с таким вот видом на море. На сам остров-поуострову Треш большой. Посидеть и посмотреть, как тут все происходит. Туда дальше. В лесочек можно немножко по заказнику пройтись без сопровождения. Но недалеко. Но в любом случае подышать в землю воздуху можно все равно. Мы обязательно с вами сегодня это сделаем. Хотел показать вам вот такую машинку. Зелененькая уезжает. Но смотрится прям вау. Квасика какая-то. Старенькая москвич Максим сказал был. Возле штаба казачьего здесь написано парковка 50 рублей в час. Туда можно проехать в сам поселок. Поискать где-то места. Но, как я и говорил, моих подписчиков пробили колеса за то, что они припарковались в какого-то частного дома. И вот, собственно, 109 маршрут, к которому можно сюда приехать. На нем написано большой Треш. Потому что один из них ездит в Цуко, а следующий идет на Большой Треш. Давайте подведем сначала на остановку маршрута и посмотрим сверху на эти пляжи. И потом начнем уже обзор по всему поселку. Наши ручки. Всех снимем. Всех подснимем. Здесь появилась даже мусорка в виде пакета, которого прицепили. Здесь люди ждут либо отельные автобусы, либо тот, который приходил в 109. Ого! С правой стороны сколько людей здесь на пляжиках. Такой вот шикарный вид. Прозрачное кристальное море, в которое хочется занырнуть прямо отсюда. Видно, насколько оно маяще, коротко выглядит. Ну, собственно, пляж Цуко наблюдаем. Давайте поближе все это разглядим. Да, разглядывать здесь, конечно же, есть то. Во-первых, купающихся людей вблизи нас. Как им там хорошо. С ласками, с масками. Ласками, масками, масками и ластами. Господи, от этого я заговорился. Ну, и очень нравится мне всегда на пляжике со стороны смотреть, как отдыхают люди. Ну, вот так выглядит сейчас отдых на Большом Утрище. Людей много. Вежаки вплотную. Там и бунговые навесы. В общем, люди отдыхают по полной программе, если честно. Также есть пирс, там пляж Форта Треша. Дальше там еще один такой пляжный зон. Дальше там кемпинг небольшой с беседками был. Кто-то отходит сюда вот по даче, отдыхает там еще лучше. Ну, и пляж Цуко мы можем отсюда тоже разглядеть. Вот тот забор, о котором я вам говорил. Смотрите, пляж четко делится пополам. Забор не особо видно. Вот правая сторона смена, захватившая территорию. Даже по берегу не дает пройти. Просто до Большого Треша. Раньше это было можно сделать по водному кодексу. Не имеет права это делать. Ну, и сама гора Суко с надписью Суко. Вот так вот выглядит. Виды, конечно, прям кайфовые. Те, кто видят впервые в Анапе, знают только песчаные пляжи, что у нас есть. И такое побережье, снято. Такой вау, да ладно, это тоже Анапа, да, ребятки. Вот это Юрина гора называется. Ну, а дальше еще кусочки самой Анапы видим. И людей, которые ходят по морю на разнообразных судах. Такая красота. Все, если вы хотите, ребятки, морскую рыбалку на большую рыбу, фотографии вы сейчас видите на экране. Вот такие экземпляры попадаются. Обращайтесь также к Максиму. Прямо с утриша отвезут вас. И вы сможете поймать себе такую вот трофейную рыбку. Дай бог, чтобы вам повезло. Ну, а на утрише есть трансферы. Там все сопутствует. В общем, все подробности у Максима узнавайте. Много странного происходит на утрише. Например, вот эта гостиница, говорят, построена на бывшем детском садике. Третьем сентября. Вот именно под такую музычку мы сегодня весь день проводим. С утра начали и продолжаем. Шуфутинский переворачивает, переворачивает. Как хотелось бы остаться в таком солнечно-прекрасном. Третьем сентября на весь год. И дай бог, чтобы такая погода была у нас в Анафеан. Я совсем один. И поехали, переворачиваемся вместе. Календарь переверну. Николай 3 сентября. Здесь к пляжику в левую сторону ведет дорога. Ну и также от парковок, которые мы с вами проезжали, там тоже есть спуск. Тут люди с палаточкой решили остановиться. Ну и с обрывчика. Давайте глянем на все это действие, которое происходит под нами. Главное, будьте аккуратны, чтобы не свалиться. Тут был обвал во время штурмовека, который произошел. Ну и, конечно, здесь настоящий рай. С таким чистым морем, чтобы не купаться и не отдыхать. Согласитесь, друзья, Большой Утрищ – это место, которое надо посещать. Еще раз говорю, не бывал на Утрище, а Анафу не видал на Утрище. Ну и сам Большой Утрищ тоже великолепен. Этот остров всегда манит лично меня точно. Спускаемся к этому чудодельному пляжу. И сейчас с вами узнаем все цены, что здесь есть. Я думаю, что будет интересно посмотреть, потому что он самый благоустроенный. И несмотря на то, что на всех пляжах Анапе запретили продажу всех напитков соков, здесь это все работает. И чебуреки, и перекусы, мужики себе от пива пьют. Здесь горячая кукуруза, девушка курит. И огороженный забором кусок пляжа. У них тут свой душ, переодевалки. А здесь можно снять любому желающему лежак. Есть переодевалка с левой стороны. Стоимость тут 400 рублей. Друзья мои, и давайте прогуляемся туда дальше вдоль до Пьесна. Посмотрим, как у людей проходит отдых на Большом Утрище. Мне, по крайней мере, будет интересно. Я в первый раз в этом году, в летний сезон, приехал сюда. Все не получалось из-за работы. Сейчас работы стало меньше, но я продолжаю вас приглашать на фотосессии. Красивейшее фото на память об отдыхе. Видите, взяла джимотеды из Большого Утрища. Ко мне приезжают ребята пофотографироваться. По фотографии получаются очень крутые у нас на песчаных джинах. Так что будем рады вас видеть непременно. Звоните по номеру телефона 8 988 333 7887. Также можно по нему закинуть донат на кофе, на бензинчик. Буду к этому очень-очень рад. Какая красота, ребята. Смотришь и радуешься за всех тех, кто отдыхает. Это спасательная вышка. Тут еще один бар тоже пиво наливает. Но я думаю, что это именно для этого отеля, который мы проезжали. Отсюда мне вчера мои подписчики прислали видео. Им привет, кто отдыхает. Мы здесь на этих территориях как раз-таки отдыхали тоже. К этому отелю у нас. Хотя это должно было все давным-давно быть снесено. Здесь есть прокаты катамаранов, сапов. Но в горке можно покататься. То есть есть таких для отдыха, в принципе, очень-очень много. Песель кормится мороженым. Наелся, походу. Он же так ест, так неохотно. Ну, такая вот территория. Это свободная для всех. Сделите свою подстилочку. Креста, в принципе, есть. Ноги уже вот уходят, прожаривших весь день. Есть такие вот булгало, в которых можно отдыхать. Сейчас по ценникам мы все поспрашиваем. Друзья. Ну, у нас фонарь, по крайней мере, такая 2000 стоила. Как булгало сзади тоже 2000. И шезлонки 400-500. Там были по 400. Здесь, я думаю, будет подороже. Потому что здесь выход центральный. И нет, тоже 400 остались. Раньше были самые дорогие. Сейчас даже такие цены не пугают. Потому что мы к ним ко всем привыкаем. Здесь закрылся какой-то тоже бар был. И здесь смотрю, что тоже частично шашлычная работает. Попкорн продается. Ну, так. Поскольку, постольку. Также имеется столовая. Бар. Устрица называется. Устрица, медиа, напитки, кальян. А, это на верхний этаж. Если подняться, внизу, на первом этаже столовая находится. Туда дальше имеется туалет. Стоимостью 50 рублей туалет. Ну, а здесь, чтобы даже не заходить, никого не пугать своими камерами, мы посмотрим цены. Завтраки. Можно чай за 100 рублей. Кофе за 200. Цезарь. Пурица 350. Креветка 400. Пиво. Бокал 200 рублей. Собственно. И дальше блюда разнообразные. Первые. Пуриница, лапша 200. Борщ за 300. В общем, ценник вы все видите. Как вам цены на утрящее. Здесь продают разные элементы. Для туристов, которые на пляже. Во. Вот тут я вот коровку поддерживаю. Они вернекламу свою повесили, но на переодевалке сделали. Очень чисто. Везде мусорки, трапы, настила, дополнительные лежаки. Вот в этих местах, говорят, люди зашли посидеть, их отсюда выгнали. Раньше здесь беседки были. Сейчас, говорят, частные территории. Просто взломы никого не пускают. Потому что раньше получалось, зарабатывая деньги. Теперь этого не получается. Собственно, отдых в этих местах, вы видите, что все еще востребован. Несмотря на то, что 3 сентября идет. Вот так-то места, смотрите, какие классные. Непонятно, почему там люди не разочли посидеть. Здесь коктейльный бар находится. Мохито. Разные вкусняшки. И вот сюда выход форта Утрич на парковку. Дальше есть душевая абсолютно бесплатная. То, что тоже очень круто. Меня, по крайней мере, радуют такие места. О, слушайте, я бунгал, ошибся. 4 тысячи столь парикат. Я думал, 2 тысячи тоже как-то. Но нет, подороже будет. И есть вот такие вот большие зоны отдыха. С краном, лежаками своими. В общем, тут монетизация этих пространств прям увеличена. До невероятных значений. Здесь тоже катамараны, бананы. И сегодня что-то не особо не катается. С правой стороны Хорту Трич. Вместо для отдыха мы поставили калитку, чтобы никто не ругался. Потому что не имеют права перескрывать проходы. Ну, а большого количества наплыва людей. И, в принципе, застоковывали здесь свой спуск к морю. Ну, а вот туда дальше пройти по камням. Можно лазить в море купаться. Также есть подводные охотники, которые тут охотятся на рыбку. Потому что будьте аккуратны. И мы выходим с вами на Пирс, чтобы посмотреть в обратную сторону. На все эти прекрасные, богом данные, места. Правда ведь красота. Ну, и давайте немножко рассмотрим пляжные территории. Уже с Пирса. Потому что здесь мы видим, как отдыхаются люди, находящиеся здесь на берегах. Хорошо им или плохо. Немножко солнышко зашло, не будет нам контроволк светом давить. Ну, и посмотрите сами, как все здесь происходит. То есть мест много, в воде людей тоже много. Народ загорает. Получая максимум солнечных лучей, даже через тучки загорает. Потому что ультрафиолет проходит насквозь их. Можно сказать, что пусто не могу, потому что людей довольно-таки много. И, собственно, всем желаем хорошего отдыха. Вот дальше на Шезлонгах. Мы видели этот пляж, прошли с вами ногами. В общем, красота и идиллия. Здесь волны практически нет. Это то, за что я люблю утрищ. Потому что при южном ветре волна приходит с той стороны сюда. Ну, а здесь на таблетке подходит гидроцикл по тиронечку к берегу. Ну, и в море людей тоже очень-очень-очень много. Здесь глубина сразу от берега. Ну, и очень чистая вода, которая как раз-таки туристов всех сюда и привлекает. Такие вот люди, друзья, дела. Хороший отдыха всем, кто отдыхает. Температура моря 28,9. Рядочком с таким прекрасным и чистым морем воздух 32,5 градуса. Какая красота, ребята. Так и хочется отдыхать здесь и наслаждаться всеми этими местами. Здесь водичка, кстати, немножко мутнее, чем мы смотрели с вами с пирсом. Потому что приходит волна потихоньку. Все-таки море качает. Ну, дети вот наслаждаются. Люди отдыхают. В общем, отдых идет максимальным удовольствием. Писки, лизги, где-то детские. Здесь, где в каждой 100 метров находятся. Прям интересно, кто же пошел вообще у нас в школы. Еще главное, ни на кого не ступить, когда проходим здесь. Потому что детей, взрослых, много даже собаки. Здесь маленькие, такие миленькие. Улыбающиеся нам при этом. Люди достают большие камни. Здесь такая вот мелкая галечка на вход остается. Но все равно, если будете купаться, купайтесь в коралках. Потому что в них гораздо удобнее. Это вот. О, интересно, прям, как будто медсестра, что ли, сразу сидит и гдит. Ну, нет, это, по-моему, просто отдыхающие. В общем, давайте переместимся дальше по этим пляжам. Думаю, что здесь мы вам атмосферу все показали. Все разглядели. Всех, кого надо, увидели, узнали. Красота. Я прям рад за этих всех людей, кто так сейчас в наших морях отдыхает. Боя Бог, чтобы это продолжалось как можно дольше в этом году. Я очень буду надеяться, что вы не будете возмущаться за то, что видео немножко долгое получается. За то, как более подробный, классный обзор на Большой Триш. И я уверен, что каждый, кто посмотрит его, заходит сюда приехать. Это будет очень приятно лично для меня. Поэтому, друзья, пишите комментарии. Особенно ВКонтакте. Подписывайтесь на все наши группы. Все вы видите на экране. Будем вам от души прям очень рады. Поддерживайте нас в нашем развитии и стремлении. Показать мое любимое Чекноморское Анамское побережье во всей красе от души. Отсюда мы заезжали. Вот этот Триш-отель находится, который здесь новый построенный. Я думал, что вообще ничего строить нельзя, потому что здесь проблемы с канализацией. Но, видите, как-то строится. Как-то это все работает, функционирует. Интересно, конечно, как и кто дает разрешение. Ну, при этом, даже те решения судебные сносят. Например, как вот это с правой стороны помещение, так и не исполняют. К сожалению. Факт номера должно было давно остаться в памяти. Но до сих пор работает. То есть, а вот в море ми автобус приехал. По водному кодексу через территорию пляжа не имеют права запрещать проходить. Так, говорит, уничтожается пляжная территория, в принципе. Но там стоит пропускная система, которая пускает только свои. То есть, помимо того, что здесь деревья посносили, бассейны бетонные позаливали. Также вот и пропускную систему установили. То есть, полное разрешение водного кодекса. Вот он, 109 маршрут и остановка, в которой собираются люди уехать уже в сторону Анапы-Сокон. Раньше я тут не ходил. Там плюс даже гамак натянут. Я так понимаю, что эту парковку тоже за деньги сдают людям. Потому что есть такие конуса, которые не дают всем подряд парковаться. Если знаете, так это или нет, пишите в комментариях обязательно свой ответ. Здесь те, кто успел, припарковались бесплатно по краям, на островке. Но все остальные ищут уже платные парковки. В основном, раньше сюда, кстати, во двор можно было к мужчине загнать машину припарковать. Сейчас смотрю, что перекрыта эта возможность. Тут предлагают экскурсии разнообразные. И мы спускаемся туда вниз. Здесь мороженое сварится было. Но что-то не работает. Она печатана, друзья. Незаконно, походу, стояла. В левую сторону приглашают центр изучения Черного моря и морской аквариум. Конечно, можете попробовать и туда попасть, друзья. Но мы по прямой уже спускаемся к самому по острову. Здесь раньше были столовые, кафе, магазины. Сейчас все закрыто. С левой стороны, кстати, заработала парковка. Здесь есть на парковку 200 рублей сейчас, сутки 2000, автобус 1000, автобус 1500 рублей. Люди просили, чтобы эта парковка заработала. Но вот она опять функционирует. С правой стороны, к сожалению, медийный устрочный рай закрыт тоже. Мне это место очень нравилось. И здесь после закрытия всех павильонов он тоже не работает. Там так вкусно готовили. Я там ел самое вкусное лабаня. Жалко, что так. Тут была вкуснейшая столовая. То есть все, раздирали. И эти помещения позакрывали. В левую сторону. Тут как-то заезжают идти через замочки. Шалабама паркуется. Но снова тут люди вот изыскивают какие-то места, где можно разъехаться двум машинкам. И паркуют свои транспортные средства. Не дай бог, какой-то коллапс. Если что-нибудь случится, это все, ребятки, здесь превратится в полнейший ад. С правой стороны работает туалет. Мужской не работает, женский работает. Интересная, конечно, такая система. На самом деле видно, что огромные территории, которые можно было заставить. Просто машинами уже парковались. Надеюсь, все равно по-другому они не используются. Но их перекрыли сюда доступ форисками. Здесь, в правой стороны, остатки старого пирса. С левой стороны находятся дельфинарии. Куда можно приехать. Либо, ну, вот как мы сюда приехали. Либо экскурсии. Либо еще есть вариант на теплоходах. С Витязя, вот же Матте, Анапа. Они ходят в дельфинарии. На большом утрище единственный дельфинарий. В открытом море, в котором дельфины живут. Ну, вот так вот выглядят эти места. После штурма века тут глобальные, колоссальные разрушения, к сожалению. Но мыло гальки. И люди теперь даже купаются возле пирса, собственно. Хотя почему бы и нет. Ты видишь такую кристально чистую воду. Мне приходится занырнуть. Я думаю, что сегодня все-таки, несмотря на то, что не взял шорты с собой, тоже использую эту возможность и искупнусь. Вы знаете, с детства запомнился утрищ вот как раз таки видом вот этих скал, оваленных гор. Он, собственно, и произошел после землетрясения за счет того, что произошел обвал горы и порода ушла в море. Есть вот как это, большой утрищ, большой обвал, да. Также есть туда дачи за крокодила малый утрищ, малый обвал. И как выглядит этот пляж, друзья мои. Тут отдыхают люди бесплатно. Лежаков на нем не видим. Здесь прокат САПов существует. Раньше еще гидроциклы были. Сейчас смотрю, что они перебрались, по-моему, туда дача. Пока не верят, там гидроцикл припаркован. Но так места, конечно, очень крутые. Также советую прогуляться пешочком вот сюда и зайти в лес, прогуляться между можжевельниками. Пока эта территория еще доступна. Вот дальше тут стоит пункт, который перекрывает возможность прохода по берегу. Ну а дальше были ранее самые такие популярные нудистские пляжи. Там целое поселение нудистов жили. Было круто, но, к сожалению, после пожара туда никому доступ нет. Но при этом продолжают гореть заповедники. Как я вам рассказывал в начале видео, со стороны Новороссийска выгорело огромное количество деревьев, базы отдыха пострадали. Очень хорошо, что без жертв обошлось. Такая вот трэш, ребятки, происходит постоянно. И отсюда видно отличие. Мы с вами только что гуляли по бухте, которая сейчас защищена от ветра, волны. И там море кристально чистое, практически без волнения. Здесь, видите, поднимается небольшая взвесь от камушков, которые перетираются. Это мергель, из которого, собственно, наши скалы состоят. И вот он создает такую мутную воду. У них тоже очень красивого цвета. Много людей здесь продолжает купаться. При этом водичка зато теплее становится. Единственное, чтобы мусор не принесло. Потому что такое тоже происходит, когда из моря приносят ветром именно мусор. Мы можем этот пляж посмотреть и сверху, так как по берегу, чтобы пройти, надо много сил потратить. Я вам с нескольких мест покажу, и вы все поймете, как здесь выглядит благоустройство. Здесь уже потихонечку сводится на место. У нас есть возможность разглядеть, как выглядит тут трищ, туда-дальше. Как я вам сказал, что здесь вот каменные пляжи. За лобом находились индийские пляжи, самая популярная. Вот тот самый залоб, который ходит в море, который не дает туда дальше проход. Граница с заповедником. Ну, все написано, что было ходить нельзя. И туда дача раньше гуляли. Там, может, было она открыто стоить. С этой стороны, конечно, в первом лагоне не так много людей отдыхало. Здесь где-то находится автомат Шемчу. Но на счет лечения распредел. Дальше гора Крагодил. За ней находились самые популярные лагоны для проживания людей. Говорят, и сейчас там кто-то живет далеко на турнистах. Но я никого лично не вижу. Называется Утрищ этот пляж. Мусорки. Тут, кстати, тоже холодильнички с водичкой, кстати, существуют. Мороженка предлагают. Говорят, что все закрыли. Но нет, работают. Молодцы ребята. Людям услуги предлагают. Ну, и вот эти шезлонги можно снять по 400 рублей. Они здесь еще остались. А вот в этих дальних пляжах уже потихонечку вывозят. Красный флаг. Это либо что спасение не ведется, либо купание запрещено. Также с правой стороны находится касса дельфинарий. Также вот экоэкскурсии здесь проводятся на лагуны у Трещан. Так что почему бы не воспользоваться, дорогие друзья. Здесь бар не работает. А может, кстати, и тот не работает. Там просто холодильники стояли. И все. Ну, то есть вот. Все вывозят. Разбирают уже. Печалька. Тут прокат катамаранов. Вузочка качает. Ну, походу, гидроцикл. Вот тут и здесь. Это катамараны вытаскивают. А запрет стоит из-за прохождения грозового штурма. Вот оттуда мы как раз можем наблюдать, что еще один какой-то идет. Здесь шезлонги собраны. Если посмотреть, какие облачки сейчас висят над горами. Прямо звать. Вау, как Максим вернулся. Здравствуйте. Взял шорты. Всем привет. Привет, Максим снова с вами. Он вообще такой у нас богословный. Не перебивает меня. Красавчик. Лучшая компания. Здесь пустота, друзья. Ну, и мы проходим дальше. Туда, где лодки, корабли еще разные стоят. С левой стороны тоже бар забрали. Не столько фемичу нет. Только пара холодильников стоит. И все при этом. Дальше здесь подводный музей на Утреше. Да, и в центр. Прокат водок подписано. Ну, что-то тут активности никакой я не вижу. Ну, либо они как-то вовнутрь ее перенесли. Раньше здесь подготавливали именно группы к погружению. Сейчас я этого не наблюдаю уже. Ну, и с правой стороны здесь каждая дырочка забита машинами. То есть все позанимали. В принципе, так ему повезло, чтобы поближе идти купаться. Ну, либо кто приехал пораньше. С той стороны большое количество еще корабликов стоит. А вот еще, смотрите, всякие. Она по волну успеха. Лодки, наверное, их в прокат издавали. Еще одну панорамку на горы. В обратную сторону. Просто такой вау-эффект. И пойдемте дальше. До Мостка. Здесь находится одно из прекраснейших мест, на котором я люблю купаться. Здесь приезжает тоже на экскурсию, на которую Максим вас в том числе приглашает покататься. На вот таких вот катамаранах с выходом. Море на рыбалку с купанием. Просто как часть экскурсии. В общем, вариаций очень много. Здесь одно из любимых моих мест для купания. Я Максиму говорю, давай, может, тут занырнем. Видите, какая водичка тоже. Кристальная глубина сразу. Ну, и люди облюбовали тоже это место для своих посещений. Там волна. Волнорезы такие стоят там, как берега. Здесь углубление, собственно, которое разделяет остров от полуострова. Здесь был разрушенный мост, который сейчас поменяли на вот такие вот перекрытия. Там военная машина приехала, их развожила, соединили. И, собственно, теперь вот в таком виде вся эта система работает. То есть машины у тебя заезжать туда могут, но пропускают не всех. Только те, кто, я так понимаю, имеют какие-то возможности. Туда дальше. Устрицы. Видни можно покушать на территории. Собственно, блин, мы чуть поели. Так бы можно было продегустировать. Хотя, в принципе, устрицы люблю. Посмотрим, может быть, на обратном пути. Заглянем сюда. Мне интересно, тут восстановление какое-нибудь вообще произошло. Что-то изменилось или все так и осталось, как и было. Ну, собственно, бары работают. Тут мидии работают. То есть на острове тут совсем другие правила порядка. Наверное, он все-таки уже в частной собственности веса. Минципал этот на него влияния не имеет. Ну, я так понимаю, что чуть-чуть подровняли бетон. Засыпали все щеблем, гравием, чтобы более-менее все выглядело нормально. Ну, вот, собственно, машину мы с вами видели, которая здесь только что проехала. Еще катамараны, катамараны. Собственно, яхты. И там мы видим еще сам дельфинарий. Тут их из понтонов сделан. Ну, и впереди самая главная часть этого острова, собственно. Это вот этот холм, который тоже штормом разрушался. Тут, кстати, порядки навели прям неплохо. Убрали все сооружения, которые были. Артефакты, стоявшие на берегу. Опять свободно, как когда-то давно в детстве воспоминаний. Ну, и маяк, памятник и часовня, которая приманивает в огромное количество людей. И видим, как катамаран заходит в бухту. Вот эти облака я не могу. Их так смотрю, и так меня мают. И самое интересное, видите, над горами облака. А здесь над нами солнце светит, друзья. Вот такая вот магия большого утрища. Очень часто слышу в Анапе море грязное. Ну, приезжайте на большом утрище. Этот остров также сдается очень сильно в море. Будем считать так же, как и полуостров Крым. И посмотрите, какая кристально чистая волна приходит к берегу, несмотря на волнение. Потому что мутиться здесь нечему. Впереди нас только чистые и страйние просторы Черного моря. Собственно, пожалуйста, купайтесь, наслаждайтесь. Чем хуже Крыма? А, привет. Ну, не надо вообще, я думаю, сравнивать. В принципе, это разные места. Разная сила в них существует, друзья. Вот лишь это место силы. Если кто здесь побывал и почувствовал, всегда будет сюда возвращаться. Поэтому, если вы со мной на одной волне пишите об этом Крым, я тоже люблю всем сердцем. И в скором времени надеюсь, я тоже совершу путешествие. Здесь надо аккуратно подниматься. Все-таки справа стороны есть дорога. Здесь немножко опасно, потому что была подразрушена тропинка. Люди ходят, собственно, чем и мы воспользуемся, прогуляемся. Кстати, она была прямо здесь раньше. Видите, ногу уже вытоптали. По-моему, даже ее чем-то отсыпали-подсыпали. По крайней мере, мне так кажется. Ну и обратный вид. Кроме манящей чистой море. Не подходите к обрывам, потому что, видите, они здесь осыпаются. Будьте максимально аккуратны. Здесь памятники летчикам погибшим. Самая часовня, бывший маяк. Раньше ступеньки, видите, наверх вели. Ну, это Николай, чудотворца. Часовня. Исполняет, говорит, разные желания. Если хорошо попросить. Если у вас исполнилось, напишите обязательно. Единственное, что у меня вызывают опасения, то, чтобы оно не разрушилось. На конце, видите, как здесь подмыло. Будьте очень аккуратны. Мы как-то раньше приезжали, даже с палатками стояли здесь, на острове. Сейчас это можно сделать. Но вижу, что не так популярно. Потому что тут очень сильные ветра. Здесь очень красиво находиться, когда море сильно волнуется. Огромные волны разбиваются. Налетают на берег. Посмотрите про шторм века, когда я снимал. Показывал разрушение здесь. Как все это выглядело. Я думаю, вам очень понравится. Ребята пришли. Фотографируют. Тоже снимают. Красоту. Видим, как снизу прогурируются ребята. Мы сюда вот приходили, как раз таки купались как-то раз. О, только я сказал, с палатками стоят. И здесь можно увидеть первую палатку. Мы примерно тут же и отдыхали. Скорядашись от ветра, купаясь в таких вот местах расчищенных. И никого вокруг. Хотя, в принципе, людей здесь отдыхает очень много. Потом как-то тут начала приходить коммерция. Большой утро. Тут везде были бунгало поставлены. Типа сдачу в аренду. И мне после этого вот ручный особо стал нравиться. Потому что мусора было очень много. Мы сейчас же увидим, что, в принципе, чистота и красота. Маяк – это отдельная история Великой Отечественной войны. Маяк – памятник. Такие места должны сохраняться, чтобы в памяти было сколько людей отдали своей жизни, чтобы фашизм не поднимал голову. То есть читаешь иногда там, где вот тут фашизм увидели. Блин. Вот последнее видео, я думаю, когда зашли в Курской области, там типы снимали. Рашеншвайн, да, нашему дедушке говорили. Так все в груди кипело. Смотришь на это, думаешь, кто вы такие. И вот те люди, которые говорят, что нас не касаются, живут. Не касаясь и не вспоминания подвига наших дедов и нынешних ребят, кто находится на СО. Меня тарань не ужасает. Как они среди нас вообще могли появиться. Как у них вообще могут быть какие-то зрители, которые смотрят сами, показывают своим детям. Или же берут от них все эти идеи, чтобы жить, как будто нас не касается. Ведь если бы мы вместе объединились, помогли всем нашим дорогим солдатам, мы уже по дону победили. Такие вот дела, друзья. Здесь еще две ребятки с палаткой. Насыпь из гравия, камней. Через нее штурм века прям переходил, нанося крупные камни туда дальше. И тут, наверное, одни из лучших пляжей у Треща, по моему мнению. Потому что людей немного. Не все любят гулять пешочком. Собственно, я думаю, что сейчас мы там с вами и скопнемся. Потому что, я говорил, не обязательно лезть там по скалам. Можно и отсюда прийти к маяку, к часовне. Непосредственно по вот такой вот асфальтированной дороге. И это вам мешать абсолютно не будет. Красота, ребятки. Еще бы не жара. Вот это мне все-таки завидует тем, кто сейчас находится под тени. Хотя, я смотрю, на пол же тоже под солнцем. Там им гораздо лучше. Вот тут наверх люди поднимаются, чтобы насладиться такими вот видами. Шикарными, манящими к себе. Смотрите, нет волны. Чистейшее море. Красота. А с той стороны была волна. В общем, каждый, зная особенности Треща, теперь и вы их знаете, можете выбирать себе совершенно разное море. Что я вам и советую делать. Нискредней от души. Поймал запах, воню сильнейший. И думаешь, откуда же она здесь на утрешение. Вроде бы так все чисто. Хотя вот вижу свалка муцара. Люди ждут, кто-то за ними будет убирать. Но еще одна свалка находится вот здесь, ребята. Как вы заметили, кстати, что здесь нет туалета. Это последний был в вашем, вон там на самом входе. Посмотрите, что происходит. Просто все это воняет нереально сильно. Жуткая жуть. Ой, вот еще одна свалка. Как это некрасиво. Давайте по берегу еще здесь обойдем. Такая многолюбная идиллия. Ну, собственно, видите, вот эти вот все волны, камни. Это все выбрасывало в шторм. Раньше все было совершенно по-другому. Сейчас я вижу, что заново прочищали заходы на пляж. Как-то пытаются камушки тоже убирать большие, чтобы на них отдыхать было удобно. А так вообще здесь, конечно, после шторма века было в море не заползти. Ну, люди потихонечку вводят в порядке. Везде большие молодцы. Здесь у людей свой зонтик. Свой заход в море. Мелкая галечка. Просто идеально. Беседки есть. Я думаю, что они остаются тоже в аренду. Даже деревянные шезлонги здесь присутствуют. Интересно, как на них полежать или можно бесплатно. За беседкой тут номера телефонов написано. Тут, ребята, говорят, пару дней лежат на вот этих вот шезлонгах. Денег с них никто не просит. То есть, в принципе, бесплатно отдыхают. Самое интересное, что здесь вот на углу был вообще песчаный заход в море. Сами видите, да? Какая водичка. Как туда хочется занырнуть. Эх, все непременно. Ну, мы, собственно, сюда идем, чтобы скупаться. Я себе тоже нашел свободный шезлонг и заход в море. Тут даже кто-то сделал какой-нибудь еще детский бассейн. Пора. Вид у меня, правда, такой немножко не совсем купальный. Ну, по факту, как есть. Не взял шок с собой. Но устоять перед таким морем, как раз, и невозможно. Потому что это наша сила большая трещь. И это красиво, ребята. Ну, вот мне кто говорит, что у тебя один негатив на канале. Ну, вот посмотрите, какой может быть позитив, когда вы приезжаете. И места так не знаете. Особенно отдыхаем на большом треще. На счет три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Подведите, как здесь резко приходит глубина. Вроде бы сейчас, сзади меня, там метра два-три. Потом я даже дина не вижу. Смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Друзья, шло 34 августа. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот настолько, знаете, у человека уходит, когда вокруг него вот эта вот всякая красота. Ты находишься на вот треща, на самом чистом море, на самом великолепном виде, на месте силы. И при этом говорит, что у тебя плохая жизнь. Ребят, напишите ему все, что вы думаете с той стороны про его плохую жизнь. Тут, чем ближе вот к этому пляжику, тем больше людей становится. Слушайте, ну лежачок бесплатно и попользован. Прям хорошо, мы здесь просто на него вещи складывали. Но было очень удобно еще. Здесь просто моментами был даже именно песчаный пляж. Сюда хочется даже приехать, отдыхать, наверное, с палаточки в какой-то момент времени. Сейчас смотрю, что чисто галечные заходы. Песок куда-то делался, наверное, его камня засыпал. Хотя странно. Прям песчаный-песчаный побережье был. Обратите внимание, насколько чисто и прекрасно море в этих местах. Тут тоже был такой навал таких вот строений, которые все завалило штормом века. И остался совсем небольшой пирс. Интересно, кто понаделал этих лежаков. Поставил, наверное, хотели как-то в аренду вставать. Но в итоге они тут бесплатно стоят. А если вы хотите прям вообще кайфы, то вот с этой стороны. Вот и рыбаки стоят часто ловят. Потому что там глубина сразу уходит. Но я думаю, что вы обратили внимание, когда мы купались, насколько там глубоко может быть. Ну, тут, слушайте, огородили раньше свободный проход бетонный, который тут был. Я так понимаю, скорее всего, здесь хотят сделать тоже швартовальню. Интересно, бабки пляшут. Кто имеет право огораживать заборами берега? Напишите обязательно, если вы знаете ответ на эти вопросы, друзья. То есть, трое дебилов и заборов. Дебилы не замечают, что заборы стоят, а другие дебилы их стоят. Это так бесит просто постоянно. То есть, водный кодекс, доступ к берегам моря для всех. Ну, по факту, вот то, что видим. Здесь банька была. Ее я видел, что перенесли вот туда. Ну, тут сейчас пока, я думаю, что-то появится в дальнейшем. Построится, огородится. В общем, как всегда у нас репрессы ходят. Ничего не меняется. Забор, ограничивающий купание. Купание запрещено, техническая зона. Ну, почему этот забор вот кусок бетона забрал, по которому можно было так хорошо прогуливаться? А? А? Вопрос. И зачем вообще эти заборы? Здесь, как раз, только тоже паркуются эти лодки. Один момент все эти заборы поубирали. И теперь эти заборы опять все поставили. Было прикольно без заборов. В общем, я так понимаю, приезжает какая-нибудь проверка. Заставляют их убрать ограничения. Потом они приходят и ставят заборы заново, там, на лето. На лето их не видят, потом опять происходят. Ну, вот, типа, не заборы. Вот, все, кто сюда заезжает на транспортных средствах, мусорки поставили бы, раз они использовали эти пространства для заработка бабок. И потом бы эти мусорки увозили. Иначе мы вот такое получаем на утрище. Просто звездец. Здесь тоже, видите, домик себе построили. И забор, 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 забор везде натянули. Вы что, знаете, такой недорогой, просто сеточку купили. Вы что, функцию выполняют? Скажут, что это для вашей безопасности. Там можно было таблички поставить, люди читать умеют. Чтобы вот этих прохождений не было. Было бы гораздо лучше. Водичка здесь по соточке, полторашечка, полтинник за пол-литра. И пива по 200, по 150 нужно взять. Оплату, возможно, как наличкой, так и переводом мы перевели. А вы можете донатом поддержать, дорогие мои. Вот как я говорил, что можно было купаться еще и на моем любимом пляже, который здесь, с правой стороны, находится. Но сейчас пойдем посмотрим, что тут устрицы за мидии предлагают. Раньше вот здесь тоже ночью приезжал. Ух, как круто было, друзья. Все с вами там. Устриц чуть-чуть есть. И что по ценам. Кстати, здесь мидии нужно поесть. Минус соуса 500 грамм. 400 грамм. А нету, по-рубацки есть 500 за 400. Сливочный чесношный 600. Соус и том-ям 600. И устрицы есть селекционные. 400-500 за штуку. Приятного аппетита. Люди здесь как раз-таки этим поглощением мориков и занимаются. Честно, я думаю, может, что-то еще есть разнообразное. Мидии как-то не особо хочется. Мы с утра покупали в Арцахе, в Супсейхе шашлычок. Ты проголодался, мужичок? Да не особо. До сих пор еще и не особо проголодал. В общем, мы на тысячу купили два шампура гуляшек и прям наелись хорошо. Море манящее. Удовольствие сегодня получено прям очень сильное. Мне понравилось, по крайней мере, все те ощущения, которые я получил от купания. Вот, ребята, прям массово едят кукурузу. Ну, а мы идем дальше, друзья. В лесок у тряша. То есть теперь, получается, раньше можно было там вначале поесть, но теперь сюда вот мидии переехали. Как минимум, устрицы здесь были до этого. Ну, устрицы я пробовал. Ребята, в принципе, неплохо готовят. Если вы ели здесь мидии, то напишите, пожалуйста. Что-то вот прям Максим говорит, может, надо было продегустировать. Ну, тут не хочется. Сейчас точно. Вот воды я сейчас сдолбил. Сейчас мы с вами смотрим на правый пляж, там, где приходила волна. И, кстати, видите, здесь она начала успокаиваться. Вот туда в берег она бьет сильнее. И там прям видно такое белое пятно. Вот настолько разительно отключается берег. И здесь тоже водичка прям прострочнейшая. Я говорил про дайвинг, который мне оказывают услуги. Вот, пожалуйста, ребята только что вышли. Они, значит, там со своей территории его теперь производят. А раньше здесь вот на улице было видно, как происходит погружение, подготовка и так далее. То есть как бы такая небольшая более реклама шла. Вот. Это дайвинг для всех написано. У них там музей под водой находится. Довольно-таки интересно. То есть вот такая вот картинка с этой стороны. Где их немного, шезлонги все собраны. Вы такое видели, ребята? Да-да. Девушку скинули. Ну и мужики. И давайте, гривите, гривите. Так, только еще девчонку бы без лом. Это прям старание огонь. Чем занимаетесь вы на отдыхе, напишите? Ну вот, мы прошли чуть-чуть обратном направлении. Сейчас двигаемся в лесочек туда. И здесь такая вот движуха. Ребята зажигают, как могут. Присота. Видите, с этой стороны горки, это их гораздо больше людей. Ну тут можно либо через парковку, которую показывал, тут заезд находится. Либо вот тут мимо этих разрушенных домов. Пройти, кстати, здесь. Как-то раз над этим домом прошел сейчас смерч. Такие загородки. Постройки в Рыбин СССР. Где-то они, конечно, печально. Но тем не менее существует здесь. Тут помимо шезлонгов и навесов с этой стороны. Помните, трактор ровнял пляж. Вот, собственно, для этого, я так понимаю, даже бар построили. Но он вроде бы не работает закрыт. Поэтому трактор приедали тогда, разверняли место, чтобы больше денег зарабатывать. Очень no comments. Я просто напомню, что возле заповедников работа техники запрещена. Это вот просто вот так от меня информация. Ну да ладно, смотри, тут мусорные пакеты стоят. Значит, мусор убирает. Дай бог, чтобы так и было. С левой стороны та самая парковка 200 рублей в час, которая стоит здесь. Она огромнейшая. В принципе, существует. Люди очень просили, чтобы ее открыли, потому что в этом году ее закрывали. И машин ставить, собственно, было некуда. Сейчас эта возможность есть. Но мы сюда пришли ради, вон той вот впереди лестницы, чтобы подняться в заказник большой. Вот речь. Тут в парковке, видите, такие вот лестинки бетонные делали, чтобы люди могли туда спускаться. И дальше с большим количеством входов расчищенный берег. Ну, дикий и свободный от шезлонгов всего остального. Как я вам говорил, вот до того забора можно здесь находиться. Сейчас поднимаемся наверх. И вообще, в принципе, всем, кто сюда приходит, советую, друзья мои, обязательно прогуливайтесь сюда в лес. Потому что, побывав, в принципе, на полуострове, в острове Утрич, если вы не зайдете в лес, вы не ощутите всей мощи этих мест. Крутые леса, конечно, вот там, где машины вдоль дороги еще стоят. Но я ехал вдоль дороги, там все замусорено. Там настоящее гадское скотство происходит, к большому сожалению. И пойдемте прогуляемся. Я прям, когда сюда захожу, у меня дыхание. Перехватывает. Ну, очень классные местечки. Самое главное, помним правило. Берегите лес от пожара. Если вы курите, то дышите здесь. Не курите, прогуляйтесь без сигарет, без огня. Потому что искра, стекло брошенное, может воспламенить траву сухую. И все, здесь все мухановато. Дышите полной груди. Вот он. Запах, может, елки. Ай, вот здесь всюду просто. Видите, места богом данные. Фантастические. Только небольшой кусочек оазиса остался, который я искренне боюсь, чтобы не сгорел. Эти места связаны с древними греками. Всегда говорят, что там взыскал Прометея, приковали за то, что он людям подарил огонь. И орел прилетал, который клевал ему печень. Золотое руно, говорят, сюда тоже ходил Геракл на поиски. В общем, места можно прославлять. Но почему-то у нас этим не занимаются. Вот я всегда поражаюсь. В Крыму придешь и в каждое местечко там табличка. Тут плюнул тот-то, тут мимо проходил тот-то, из этого окна выглядывал тот-то, тут снимали тот-то. У нас как-то не используют эту привлекательность. Только-только начались какие-то путешествия по старой дороге. Советую посетить от заповедника Утрич. Вместе с ихними скорсоводами места восхитительные. Ну и не бросайте мусор. Видите, как здесь чисто и прекрасно. Я всегда, когда сюда прихожу, обязательно гуляю в эту сторону. Ну, вру, не всегда, не всегда не успеваю. Но сегодня, когда мы снимаем большой сюжет про Утрич, не прийти сюда, было бы кощунством. Собственно, что мы и делаем. Видите, как мы с нами поваливались дорожки, в этом выпуте аккуратно ищите новые тропинки. Можно вглубь леса уйти, допустим, так как нем больше велок, тунь разнообразных. Вот такой тенечек. Можно идти вдоль берега. Там, в общем, пути здесь очень разные. Можно сесть, посидеть воздухом, подышать. Вот, поощутите, ребята, как это здесь ощущается. Какие тут ароматы исходят. Места, можете сказать, такие же есть в других локациях. Там, в сторону Геленджика, Сочи, в Крыму. Ну, клянусь, энергетика совершенно другая. Здесь она ощущается как-то по-иному. Ну, я прям всегда здесь чувствую то присутствие чего-то такого большего и двигающего вперед в этом мире. Тропинок действительно много. Вы не заблудитесь. Здесь, если будете слушать море, всегда должна быть у вас с одной стороны. Вот такие виды. Нет-нет, появляются. В обратную сторону для вас утрещь. Место невероятной силы. В ту сторону горы. Самое интересное, что все это Анапа. Когда ты слышишь, что у вас в Анапе плохо, море цветет, грязное постоянно, а за тебя кристально чистая вода, начало заповедника и Богом данные места, думаешь, господи, ребята, смотрите в этом мире немножко щире. Открывайте больше ваши глаза. И тогда перед вами пристанет вот такая вот Анапа, вот такая красота. Я очень страдаю от того, что не могу пройти дальше на вагуны. Был там всего лишь пару раз. Хотелось бы там пожить месяцок. Я планировал, когда повзрослею, будет время, перестану стараться зарабатывать деньги и обязательно туда ворвусь. Но сейчас туда не пускают. Будем надеяться, что в дальнейшем эти места будут все-таки доступны. Мужчина выходит на ту язык, сделает себе красивый фото на фоне утрещан. И отсюда действительно прям крутой вид открывается. Вот это мое любимое место. Вот тут сесть, посидеть. Поэтому жевельники на море посмотреть. Ребята, тут вещи повесили. Ну, еще есть такая вот скала, на которую тоже можно залезть. Я свободен, ребята. Я лечу. В таких местах такие ощущения есть. Обязательно приходите. Но всегда будьте аккуратны. Видите, здесь Мергель, он сыпучий. И кто смотрит мои эфиры внимательно, тот видел, как он один раз подо мной обвалился в районе того забора. У меня ноги уехали. И буквально, сделав усилие, взлетел немножечко и перешагнул. Поэтому всегда будьте аккуратны. Но те, кто любит риск, как я, я думаю, что их не остановит даже осознание того, что это может быть последний шаг в этой жизни. Ведь всегда есть надежда на то, что Бог всех посмотрит и спасет тебя от души. Но не повторяйте. Это выполнено дураками. Все. Сам себя таким считаю, потому что такие вещи делать позволяю за то, как красиво. Лайк однозначный. А еще я очень люблю залазить на вот эту скалу. Потому что она над этим плато возвышается. И с нее открывается фантастический вид. Вот посмотрите сами. Вот видите, какой здесь фантастический вид. К сожалению, туда дальше, вот за этими знаками, начинается уже заповедник. Туда проходить нельзя. Стоят щиты, которые об этом говорят. А там находится каньон, который вот такой вот выемкой. Как раз таки в те места, куда и приковали. Очень красивые и привлекательные. Но если вы пойдете с утрощом на экскурсию, то вы увидите как раз таки, как это все и происходит. Прекрасная и классная. Ну а дальше, как я вам рассказывал, это Утрищ заповедник. Крокодил. Дальше вторая и третья вагуны. А за ними находится уже Малая Утрищ. В общем, люблю эти места очень сильно. И советую вам сюда приходить. Виды здесь просто самые прекрасные. Самое главное, что это анапские виды. Круто, да? С утра в Анапе дожди, потопы. Мы здесь с вами просто от жары помираем. 29 моря. Какое удовольствие сегодня было там купаться. Сейчас интересно, насколько здесь. 31,5. Так и держится температура воздуха. Хотя уже 3 часа дня. Время идет к вечеру. Смотрю, что. Но до Анапа опять все затягивает тучами. И там будет сегодня опять гроздь, ливни. А здесь вроде бы солнце светит. И прекрасное место. Я же говорю, это место силы. Здесь всегда другая погода. Так вот, друзья, знаете, такие места. Открывайте для себя правильную Анапу. С разных ее точек зрения, ракурсов. И песчаные пляжи есть чистые. И каменные можно посещать. В общем, путешествовать есть куда. Да, это все из одного города. Это не надо ездить на дальние расстояния. Все вот так вот. В шаговой доступности. Теперь я более свободен. Могу путешествовать и показывать вам эти места. Надо еще сука посетить обязательно. Вас всех люблю, целую. К сердцу прижимаю. Спасибо тех, кто подписывается на ВКонтакте, Телеграме. И также тех, кто поддерживает меня донатиком. Но также в комментариях добрым словом. Ну, может, конечно, и критикой предложения ваши высушить большим интересом. Ну, а сейчас всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморские. Увидимся. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя прогулка. И сейчас по ее завершении я могу вас пригласить, ребятки, посмотреть немножко на море. Не забывайте, утришь. Это максимум удовольствия. Но берегите обязательно природу, мать вашу. Это очень важно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...